Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Колян и вы смотрите мой лайв канал. Недавно я решил разделить свой внешний жесткий диск на два раздела и хочу вам продемонстрировать как это делается. Для чего это вообще может быть нужно? На самом деле вариантов очень много, тут каждый уже под себя как-то сам выбирает. Я лично расскажу на своем примере, для чего мне это нужно. У меня есть компьютер на базе Windows и есть ноутбук на операционной системе macOS. Мне нужно работать с внешним жестким диском, так скажем, на обоих операционных системах. Плюсом я хочу использовать этот жесткий диск, а он у меня всего лишь один внешний. Хочу использовать для копий тайм-машин, чтобы у меня были копии от macOS системы. Если вдруг что-то не так случилось, я мог восстановиться обратно. Как мне это сделать, используя всего лишь один жесткий диск? Давайте я вам сейчас покажу на примере. Для начала вам нужно подключить его, допустим, к операционной системе Windows и зайти в строку поиска, написать слово «Диск» и там будет предложено создание и форматирование разделов жесткого диска. После того, как вы туда попали, у вас отображается ваш локальный диск, который установлен в компьютере, может быть еще какой-то дополнительный, и плюсом у вас определяются ваши все внешние жесткие диски. Вам, собственно, нужно выбрать тот, который вы хотите разделить на несколько разделов и после этого выбрать правой клавишей мышки выделенную область и нажать «Удалить том». Далее вы увидите нераспределенную область. Можете даже зайти в мой компьютер, чтобы убедиться в том, что ваш внешний жесткий диск пока что на самом деле отсутствует. То есть да, он подключен, но компьютер его, так скажем, не видит, потому что нет размеченной области. Далее вы обратно возвращаетесь в управление дисками и нажимаете правой кнопкой мышки на нераспределенную область. Там далее выбираете «Создать простой том». Далее вам будет предложено указать размер этого тома. То есть тут вы можете изначально просто взять свой внешний жесткий диск, примерно прикинуть, на сколько частей вы хотите его разделить и как, в каком процентном соотношении. 50 на 50, 60 на 40, либо там, не знаю, сделать, к примеру, 2 по 25 процентов. И, допустим, 1 на 50 процентов. В общем, выбираете столько, сколько вам нужно и нажимаете кнопку «Далее». Далее вам будет предложено выбрать букву. Для этого внешнего жесткого диска вы можете выбрать абсолютно любую, которая вам нравится. И выбрать файловую систему при форматировании. То есть я выбираю XFAT, потому что буду использовать как универсальный внешний жесткий диск половинку, так скажем, внешнего жесткого диска и на Mac, и на Windows. То есть если вы не планируете это делать, а будете только работать в системе Windows, то можете выбрать NTFS. Ну и там, где написано «Метка тома», можете написать абсолютно любое имя свое. Нажимаете кнопку «Далее» и готово. После чего ваш внешний жесткий диск уже будет разбит наполовинку. Далее со второй половинкой делаем все то же самое. Также нажимаем правой кнопкой мышки и создаем опять же новый том. Из остатка памяти сколько у нас есть. Вы опять выбираете сколько вам нужно и создаете дальше. Можете еще раз разделить на два, чтобы у вас появилось, так скажем, три раздела. Теперь можем зайти в мой компьютер и убедиться в том, что у нас все создано правильно. Как видите, я свой внешний жесткий диск разделил на два раздела прямо поровну. То есть у меня 232 гигабайта, из которых 232 в каждом свободно. Вот так вот, друзья, у меня все получилось. Далее, теперь я вам показываю на своем примере, что конкретно я хотел сделать. Я открываю на Mac настройки Time Machine и мне сразу будет предложено, какой я хочу диск использовать для копий. Выбираю тот, который, так скажем, я использую не для игр, а именно для работы на Mac, именно под резервное копирование. И нажимаю «Стереть этот диск». Поскольку в системе Windows я мог выбрать файловую систему для форматирования только XFAT либо NTFS, теперь мы можем, так скажем, при подключении нашего компьютера к Mac, именно когда заходим в раздел Time Machine, мы нажимаем «Форматировать», «Стереть диск» и этот раздел диска будет у нас отформатирован в APFS. То есть это именно файловая система форматирования для Mac. То есть когда я буду подключать внешний жесткий диск к компьютеру, ну вот именно на Windows, то он у меня, этот раздел, видеть, вообще не будет. В то время как, допустим, при подключении к Mac я увижу сразу оба диска. То есть и тот, который под Time Machine копии, и который XFAT у меня с играми, да, то есть для работы и с ноутбуком, там с компьютером стационарным на Windows и, допустим, с Macbook. В общем, друзья, вот такое у меня сегодня получилось видео. Как видите, у меня все получилось прямо на ваших глазах. Если вам ролик был полезен, то, пожалуйста, поставьте палец наверх и подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новые видео. Также нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Колян. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok